На самом деле, просто сегодня Баварии не будет, хотя происходило в прошлом сезоне, особенно в медиа, так скажем, пространстве между Баруси и Баварией, действительно, товарищеской игры уже быть не может. Этому матчу, кстати, должна была предшествовать церемония таких своеобразных проводов Марио. Пресс-конференция был еще более дикий, в какой-то клетчатой рубашке, в общем, не очень такой понятный имидж для немцев пришел он на эту пресс-конференцию. Воложение вне игры у Ливандовского, подача, мяч в штрафной скидка и Том Штарк ошибается. Воложение вне игры действительно нет, посмотрите, Ватем, Ватем застрял. Дальше Ламб бросил, кто это был слева. Сделал скидку, сейчас мы посмотрим, это слева белка. И грубейшая ошибка вратаря, Ройс подставляет голову и Бавария пропускает. А сейчас нету офсайта. Есть, есть офсайта. Поднят флаг, можно не забивать. Неудачу, естественно, Каталуис будет брать на тебя. Очень неплохо раскручивает Алькантера атаку своей команды. Подача Филиппа Ламу, удар, поворотом, гол! Ариен Робен! Ну, где был левый фланг обороны в этом эпизоде, а? Шмельцер успел позицию восстановить, но сблизится уже. Возможности не было заблокировать эту подачу. Беспрепятственно Лам навешивал. Так, ранних защитников до центра обороны. Ну, честно говоря, по-моему, чуть ли не секунда в секунду. Вот это расклад! С ума сойти! Недолго музыка играла, всего лишь одну минуту. В лучшем случае Даниэль Ван Бюйтен. Уже не первый раз подводит свою команду сегодня. Удар был не берущийся для Штарки абсолютно. От Исландии ворота сборной. Нежданно-негаданно. Пробил неотразимо, ничего не скажешь. Лучше бы он это сделал у чужих ворот. Но бывает такое, забиваешь, и эйфория еще несколько минут держит. Раз концентрированность, поэтому выдохнул и в борьбу включился. Бюйтенаган под себя убирает. По правую. Удар и гол! Потрясно играет Дортмунд после того, как пропустил от Робина. Вот разозлил-то их, как дико голландец. Дортмундскую Боруссию долго он втягивался, как никогда. Долго, но в итоге посмотрите, как сейчас играет. Итак, Дортмунд выстреливает дуплетом, обводящим в дальний от голкипера угол. И здесь Винничтарке абсолютно не в чем. Но где были центральные полузащитники? Опорная зона откровенно курит. С другой стороны, у Дортмунда все уже давно идет по накатанной, более-менее. Это не значит, что здесь нет новшеств. В игре опасный момент. Робина разворачивается и забивает. 3-2. Вспоминаем 89-й год. Та встреча в Суперкубке закончилась 4-3. Вопросы к центральным защитникам Боруссии. Не все здесь так идеально в Дортмундском оборонительном царстве. И снова лам голевую, да? Да, снова лам голевую. И чтобы вот так вот от углового флага низом до центра... ...играть. Арбитр молчит. Шакири по правому флангу прорывается. Подача. Удар через себя. Да, какой гол сейчас Манджугич мог всем нам подарить. Неплохо комбинирует на левом фланге Мюнхен. Поскользнулся. Подача в штрафную площадь. Удар в касание перекладина. Это Томас Мюллер. Необходимости не возникло. Очень опасно. Гюндаган. И будет добивание. Удар ложится под мяч Давид Алаба. Виктория получилась очень высокая. Долгый мяч планировал. Полумиянг. Второй шанс. Передача на пустые. Рост 4-2. Ну что, приговор подписали? Или все-таки оспорят его сегодня Бавария? Дортмундской Баруси. Пас на пустые ворота. А началось все. С отличной игры в середине поля. Левандовский. Посмотри, он троих на себя стянул. Игроков Баварии. Намекают нам на офсад здесь. Намекают очень серьезно и основательно. Ну видите, а началось-то все с чего. Аль Кантера завозился с мячом в середине поля. Потеря. Левандовский переправляет его направо. И дальше вполне возможно, что из положения вне игры забивал свой второй сегодня мяч. Марка Ройс.